Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это свежий выпуск новостей мира The Isle of Rima. Прошел ровно месяц с запуском тестов диет и новых механик для динозавров. На этой неделе добавили нам также долгожданных пахицефалозавра, тейнозуха и птеранодона. Я бы, конечно, сейчас долго мог рассказывать о системах диет того или иного вида, но тема уже практически изъезжена вдоль и поперек. Лучше, я считаю, чтобы больше понять диеты и механики пахича Дэйна и Птеры, в скором времени мы запустим стрим, где с вами подробнее узнаем о них. Ну а чтобы все это не упустить, обязательно прямо сейчас подпишись на канал и поставь колокольчик. Ну а сегодня мы с вами рассмотрим несколько других тем, которые уже возбудоражили сердца и умы игроков и любителей эврима. На мой взгляд, самое интересное это Траадон. Обновление 6 и 6.5. Ночной террор. Поступила новость, команда разработчиков разделилась на две группы. Первые, которые занимаются в полной мере над обновлением 5 гнездования и ночное видение. Вторые, в полной мере своих усилий, занялись разработкой множества анимаций и механик Траадона. Причем Траадон уже готов на 50%. Насколько мы знаем, что до выхода четвертой обновы на основные сервера состоится через неделю-две. И пахится фалозавр также полностью готов к заливу в игру. Разработчик не теряет времени и приступает к последующему обнову. Так что, возможно, как вариант, к новогодним каникулам мы можем, вероятно, получить 5-6 обновление. Хотелось бы верить. Но здесь наступает непонятный факт. Ускоренная система работы над Траадоном. Почему работа над ним ускорилась? Ведь он идет в 6 обновлении, либо разработчик решил ввести нового динозавра в обновление 5.5 и совместить все в одно приходом ночного зрения, либо вообще обновление ночной террор поменять местами с 5 обновлением системы гнездования. Ведь если взглянуть на дорожную карту, ясно видно, что к системе гнездования даже и руки не прикладывалось. Вообще, по своей сути, эти две обновы постоянно менялись местами. Гнездование переносилось из 7 обнова на 5, ночной террор с 5 на 7, в дальнейшем 7 на 6. Возможно, оно так и есть. Ведь команда разбилась на две группы. И если одна из них не будет успевать к выпуску своей обновы, то их просто поменяют местами, чтобы мы с вами вновь не ждали новых обновлений по полгода. Ведь я считаю, что выпустить нового динозавра намного легче, чем привнести в игру новые механики, игровые моменты и визуализацию. Конечно, было бы круто для комфортабельной игры получить сначала хотя бы ночное зрение. И, кстати говоря, давайте взглянем сразу на нашего будущего троадона, а потом продолжим. Ну что же, я думаю, что за развитием этого мы с вами начнем следить еще тщательнее. Немного о системе скинов, а также гнездования. По слухам, система скинов будет также работать, как и в основной ветке легоси при выборе динозавра в главном меню. Но здесь появится одна интересная плюшка. То, что детенышу может передаться скин по наследству от двух своих родителей. Не до конца понятно, как будут два динозавра быть одним целом. То есть, как в Beasts of Bermuda. Нашли партнера, подходит по всем условиям, начинаете спаривание и вуаля! У вас появляется потомство. Здесь вроде по таким понятиям также может куча новых механик и игровых нюансов придет. Теперь давайте взглянем на концепт, который также нам показали в официальном дискорде разработчиков. Концепт протоцератопса. Насколько видно, что данный динозавр сможет рыть норы и прятаться в них, словно тот же дриозавр в Легасе. В своей сути это же не такой уж и большой динозавр был. Также на концепте мы видим австрораптора. Концепт австрика нам также был показан. И плюс ко всему, на концепте австра мы видим ясно бепиозавр. Разработчик уже давно показал нам видео с данным существом. К сожалению, об этих существах больше нету какой-либо интересующей у вас и меня информации. Бепи есть на дорожной карте, но пока что не включен ни в одно обновление. А австрик и протоцератопс пока что так и остались на концептах. Но здесь с большой уверенностью могу сказать, что последние двое точно будут в игре. А вот бепиозавр возможно включат в следующее обновление. Будущее обновление после выхода ночного террора и гнездования. И включат его вместе с выпуском циртозавра. О нем я вам немного рассказывал в предыдущих выпусках. Конечно, скорее всего в игре баланс будет так себе. Но вдруг что поменяют? Немного о человеческих постройках и о людях. Разработчик уже показал нам достаточно новых кринов и дизайнов новых зданий, которые скорее всего переместятся на карту с выходом в игру людей. Мы знаем, что в игру сначала будут включены наемники, а затем уже другой вид каннибалы. Этакие лесные жители. И кстати говоря, у наемников с выходом их в игру поначалу не будет никакого огнестрельного оружия. Лишь только небольшой запас воды и еды. Ну и пришло время вам рассказать о тепловой карте. Многие игроки и интересующиеся люди мира и в официальном дискорде разработчиков видели те самые называемые тепловые карты. Многие спросят, что это такое? Это средство мониторинга, отслеживания всех игроков на всех серверах без исключения, чтобы видеть за последние 12 часов активность любого динозавра. То есть это дает понять разработчику, в каких местах на карте больше всего игроки проводят время, а значит улучшать данные локации, добавлять на них больше живого биома и улучшать визуализацию данных мест. Сразу скажу, что тепловая карта будет вне доступности игроков. Но вот для нас скорее всего включат тепловую карту искусственного интеллекта касается пока что хищников, где мы с вами сможем определить лучшие места передвижения и спавна ботов, чтобы не умереть с голоду на первых даже парах своей активности. Я думаю, что на этом данный выпуск новостей мы с вами на сегодня закончим. Если у вас есть какие-то вопросы или вы что-то хотите дополнить, обязательно пишите мне в комментариях, где я всегда вам отвечу. А также, ребята, не забываемся, переходим по ссылке в описании, вступаем в наш дискорд и вступаем в нашу группу ВКонтакте. Ну что же, следите за каналом, ставьте большой пальчик вверх, кому понравилось. Подписывайся на канал и жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Всем пока и приятной игры, охоты и выживания в мире Айл. Пока-пока.